я решила на ночь глядя ну как на ночь сейчас у нас 5 часов темнеет у нас человек меня догнал решила прогуляться с пакетиком пособирать желудей каких-нибудь вот эти желуди они очень классная у них форма очень красивая потому что они длинные но эти желуди изначально уже видите какие погрызанные и там и там может быть через какое-то время мы найдем червячка так и надеюсь мои маникюра смущать не будет потому что меня нет времени сделать я думаю что их просто отрастить испиливать не хочется похожу пока с ужасом на своих руках шляпки у них шляпки у них вот такие получается желуде смотрится приблизительно вот таким образом кстати я не знаю что это за сорт но похож на дуб каменный его листья по-моему другие сейчас посмотрю но сами по себе конечно же очень классная можете пару штуки найду каких-нибудь целеньких себе для какой-нибудь работы по поводу зеленых зеленые они не останутся никогда любые природные материалы которого находятся зелеными они потом становятся коричневые если их приклеивать зелеными то есть шанс что они будут отваливаться по той причине что они будут зажиматься знаете сушиться зажиматься и отклеится и они получаются еще влажные их нужно очень очень хорошо просушить совсем чуть-чуть я их собрала и хочу прийти домой по моему можно их на какое-то время буквально ненадолго замочить в уксус или сода надо посмотреть я не помню и должны всякие червячки если есть вылезти оттуда не знаю они почти все где-то что-то над колотая посмотрю проверю проверю что с ними может быть потому что именно эти я не собирала прошлом году буквально пару штучек у меня было я их так знаете вот как коричневый собрала так все погрызли белки а я иду немножко дальше там был красный дуб и вот там огромные желуди такие как у меня были дома поэтому пойду сейчас туда я надеюсь что они еще там остались и пособираем вот это кстати растет секвея тут тоже можно найти шишки но чаще всего чаще всего здесь получается убирают и они такие где-то там в землю вросшие есть поэтому я тут не собираю но у меня дома как бы есть эти шишки не вижу смысла сейчас собирать их много так а вот это деревья которые здесь ближе это платана но на них плоды такие шишки которые невозможно использовать своей работе потому что они рассыпаются первый дуб которому я подошла и здесь полили траву здесь полили траву и носится все мокрые не хочу брать мокрый вот там по моему еще не поливали через дорогу пойду туда посмотрю но желуди мои любимые этот маловать сюда большие шляпки круглые желуди и они сейчас свеженькие они целые почти все и аккуратные ямалайский кедр ну что здесь в этом году шишки есть очень много молодых что-то мне походу сегодня не везет смотрите очень много молодых но они как бы это мужские по-моему шишки называются да да они потом осыпятся и все шишек не будет а где где нормальные шишки цветочки есть мне тоже осталось мало вы часто спрашиваете где я все беру да я что-то нахожу нахожу в интернете особенно когда была дома много находила но здесь я собираю то что нахожу конечно же собираю новые красивые шишки собрала тем более что сейчас солнышко они очень хорошо просыхают видите как они раскрываются вообще шишка выглядит вот таким образом вот я нашла закрытую но ее тут уже пытались погрызть вот это красиво если ее почистить и покрасить будет она и так шикарная они просто когда начинает сохнуть рассыхаться у них внутри есть отверстие это шишка в песке вот это вот отверстие оно идет до самой верхушки да и получается что шишки рассыхаются и распадаются и остается когда она падает остается только верхушечка если так подумать вот эта шишка она могла бы быть огромная да потому что только верхняя часть это та шишка которую мы в итоге находим и вот видите не падает совершенно разного размера перед тем как приклеивать я вот сюда заливаю клей чтоб она держала и в клевы также можно сделать размер разный даже самой убрать или добавить как это я наверное возьму да а вот эту я не буду брать потому что она вся в смоле пускай знаете раньше был момент когда мне девочки присылали эти шишки из крыма по-моему мне девочка присылала я думала как классно у людей они растут а сейчас получается так что они растут здесь смотрится в работах конечно супер но 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 вот получается здесь так они растут в вот такой рядочек там еще на дереве их много-много много а и туда они вот есть с разной стороны короче для того чтобы использовать сейчас эти шишки я придя домой обработаю их их можно помыть любые шишки можно мыть совершенно любые просто сполосните хорошенько можете даже какую-нибудь мульную воду а уже потом хорошо просохнуть им нужно просохнуть и тогда можно использовать в своих работах вот красивые красивые и у них шишки тоже красивые бывают красивые если белки их не обгрызут обычно они вот такие видите как сильно белки их грызут есть закрытые конечно же но мне нравятся эти сосны тем что у них очень длинные иголки а вот так кстати шишки шишки сосны цветут пыльцы потом немерено ее огромное количество но вот эти сосны белки любят потому что шишки чаще всего покусанные вот эта шишка не раскроется она таки будет такой и смотрите березки есть их немного но от того что мне нужны березовые ветки я конечно же ничего здесь срезать не буду а там белка вредитель спряталась мне нравится мне нравится конечно что белок много они здесь бегают хотя у нас сейчас говорила мне мама что в престе тоже стало белок больше чем чем было но они конечно же в парках у нас так по улицам белки боятся бегать где наделать а кстати видите такие красивые стволы в деревьях я сейчас я не могу запомнить это название гэгэ на гэ как называется на них вот там еще где-то цвечет очень красивые цветочки издалека похоже мне на сирень и у них когда цветы отцветают становятся вот такие маленькие сухоцветы я себе тоже их собирала но как-то редко очень использую в работах почему-то именно вот в каких-то малюсеньких но они они хрупкие если их сдавливать а так использовать их тоже можно но стволы у них красивые кстати в этом месте они огромные а так получается что они чаще всего я видела маленькие деревья вот у них вот так растут цветочки потом появляются вот такие сухоцветы коробочки я вас сегодня повожу немножко здесь по району и посмотрим что здесь найдем интересного из природных материалов да и не только привет да здесь гуляют индейки просто по улице гуляют индейки иногда выйдет так перед машиной и ты не знаешь где она потому что ты ее не замечаешь ой она с птенцами все я ухожу и кстати я не так давно заметила заметила они спят оказывается на деревьях они выбирают себе дерево и залит залетают наверх не ну они серьезно нету а тут что-то я нашла но в грязи ладно немножечко здесь пособираю сколько смогу у меня вот тут есть хоть чуть-чуть потому что я не думала сразу что эти желуди здесь есть а потом когда я ехала на машине что-то я стояла смотрю что-то знакомое а эти желуди в работе конечно же смотрятся безумно красиво особенно со шляпками если они есть и большие есть но здесь вот у этого вот вот больше вот такая форма собрать в один пакетик ну что я сделал большой круг я почти подхожу домой у нас там вот пряменько по дороге собрала немного ну по крайней мере сейчас я это все подготовлю заготовлю буду использовать в своих работах потому что есть уже какие-то идейки в принципе дома и есть материалы но хочется немножечко другой так всегда хочется другой я бы если честно наверное бы даже ходила бы вот так вот искала бы что-то для того чтобы делать свои работы но здесь много где не находишься здесь большие расстояния здесь без машины ты как без рук уже закат очень красиво на улице у нас кстати сейчас плюс 30 на улице прошлой неделе это было плюс 45 ой 45 господи плюс 40 это был какой-то кошмар такое ощущение было что летом при плюс 47 было жарче чем на прошлой неделе очень красивая сосна здесь эти велодорожки очень опасно что здесь ездят велосипеды люди ходят ну а если эта шишка упадет на голову будет огромная-огромная беда сейчас найду красивую эти шишки в работе я не использовала на них много сосны это сосна по-моему сабина я их путаю их две сосны они между собой похожи вот эти шишки они очень тяжелые прям очень видите много сосны поэтому приходится подольше их отмывать поэтому я их не использую но такая шишка если для коллекции вот у меня одна она должна быть обязательно Лешка пошел я хочу подойти там растет эвкалипт я хочу подойти посмотреть какой эвкалипт какие коробочки там есть мне нужно знать это у эвкалипта ствол облазит вся кора с него слазит и кору тоже можно конечно же использовать при работах вот но ее нужно хорошо продезинфицировать коробочек я пока тут никаких не вижу было бы классно если бы они были какие-то огромные но здесь кстати после заката солнца здесь гулять нельзя запрещено потому что здесь кошечки гуляют опасненькие так мне надо вот туда на них маленькие сейчас коробочки ой какие классные какие когда они вырастут вот это мне интересно походу это вот эти видите совсем другие маленькие короче у вот этих огромных эвкалиптов вот такие маленькие плоды которые смотреться в работах будут хорошо но они мне как бы сейчас не надо маленькие настолько мне не надо тут в парке много индеек перышки разных птичек заодно соберу обработаю дома спиртом тоже буду спать в работе так переливается посерединке классно я думаю он пропустит нас будет будешь меня спасать не знаю как он смотрит вот так идешь думаю что это такое за дерево мы такое дерево не знаю иду иду муж сорвал и я тут нашла смотрите это желуди это реально желуди и ой желуди ну я даю каштаны это каштаны и листья как у каштана видно какой-то сорт прикольно я вообще пришла за одними тут орешками красиво они смотрятся а тут оказывается я зависла и мне нравится когда они раскрытые вот я ищу вот такие носы вот так там кто-то ходит я уже говорила на камеру что я за носами пришла ой он уже похожий почти как твой и вот так вот так Субтитры делал DimaTorzok Это, короче, какой-то, надо почитать, какой-то орех, типа грецкого Я собираю раскрытые, они внутри, видите, пустые Никому они из животных явно не нужны И единственное, что их придется очень сильно вымывать Их надо вымывать, вычищать и подготавливать к работе Потому что они все в пыли, в песке Пока насоберу немножко И сюда надо ехать немного позже Потому что очень много закрытых И они еще падают Падают с дерева Я боюсь, чтобы они меня еще не прибили Вот они еще закрытые Я, не знаю, взяла пару закрытых Думаю, посмотрю, что у них вообще внутри Чтобы Понимать, есть ли смысл брать закрытые Или внутри есть орех Но Смотрятся они прикольно И надо еще поискать, как они Как они правильно называются Мне расколоть его нечего Посмотрите Ой А, только они внутри пустые Значит, их можно брать И раскалывать Просто молоточком И использовать А сами вот они падают С земли Некоторые разбиваются Некоторые, наверное, животные разбивают Здесь пока что кроме меня Явно никто не ходит Ничего не собирает Ну что, второй мешочек заполнен Можно идти еще прогуляться Потому что здесь в парке я больше ничего такого не находила Ну, возможно, что-нибудь еще По дорожке Найдем Для велосипедов Красота И погода сейчас классная 23 сегодня О, не представляете Что огромные Крепец Тут надо выклить Не трескать Все Парк Здесь в его дорожке Там речка И стоит вот такая штука Бесплатные жилеты Для детей Ну, я думаю, и для взрослых Дети на воде не держатся Спасательные жилеты Спасательные жилеты Интересно, что вы можете написать Испанский, русский и... Ну, обеспечьте жилетом ребенку Это закон Просто в парке Вот Ничего тут особо нету Просто рядом речка И бесплатные жилеты Ну, я думаю, даже если ты взрослый И тебе он нужен Никто тебя за это не наругает Главное Что вы все были в безопасности Чуть не врезалась Алена в желудь Какой он Я его заберу Он у меня высохнет А листики, что интересно, у него Малюсенькие А еще у них часто вот такие штуки Солнце в такую сторону Штуки такие появляются Шарики На рыбалку пришел Так, приехала домой Повымывала я вот это все Но Вымыть очень-очень сложно И, кстати, с ними надо будет возиться Какое-то время Чтоб они стали чистые, красивые Мыло-мыло Но сейчас, видите, вода стала коричневая Я без перчаток Залила Вот этой штукой Это, в принципе, хлорка Хлорка Типа как белизна наша Что-то такое Чтобы они осветлились И немножко, немножечко Мои пальчики свежалка И немножко оно сразу же начало Вот реагировать И я сейчас оставлю на целую ночь На балконе Оставлю на целую ночь Пускай они постоят Потом опять буду мыть Если что, придется каждое Чистить С помощью кисточки И вот поэтому Ручная работа Даже из природных материалов Из каких-то других материалов Дешево стоить не может Вы представляете, сколько нужно Сил для того, чтобы Большое количество всего Вот этого заготовить Заодно туда повылазят Всякие Жучки-черычки Что могли попасть Так что Завтра покажу уже Что с ними будет происходить Получится ли вообще Их хоть немножко осветлеть И, кстати, я когда Замачивала ракушки Я вот не помню, что я туда Сыпала Тоже, наверное, на белизну я Наливала Они Даже весь мусор подходил Поэтому я надеюсь, что Может здесь тоже Как-то пойдет реакция Продолжаю Они отбелились Видите, какие они Но на них есть еще Грязь вот эта Поэтому Сейчас Ну, некоторые Остались Красивого Вот такого Вот этот цвет, кстати Мне очень нравится Некоторые стали Очень светлые Сейчас мне нужно будет С помощью вот этой штучки Губку для мотя-посуды И вот этой поверхности Я буду мыть каждый орешек Если кто-то скажет Заняться не о чем Но Я хочу использовать Их в своих работах Два дня я гуляла И сейчас покажу То, что я насобирала Насобрала я немного Но, по крайней мере Я теперь знаю Что где растет Как я уже говорила Удивительным для меня было Что мы нашли каштан Потому что я нигде не взяла каштаны Это не такой каштан Как у нас растет У нас растет он колючий Конский каштан Этот какой-то другой И вот, кстати Тут есть даже пример Каштаны Видите Они сжимаются Это нормально Это Это природа Я не знаю Почему многие удивляются В каштанах Очень много влаги Они внутри Мокрые А влага Испаряется За счет чего Она сморщивается Я это сравниваю С изюмом Изюм Когда высыхает Виноград Да Он же становится Каким? Сморщен Потому что вся влага уходит Мне очень нравится Кстати вариант Вот этот Когда они В своих чешуйках Но чешуйки становятся Я смотрю После высыхания Твердыми И их тоже можно Использовать в своих работах Я же очень люблю Использовать в работах Все Что связано С природными материалами Сухоцветами Следую Здесь у меня Желуди Желуди Да Желуди Здесь есть Конечно же Огромные Есть очень маленькие Они тут Разные Сорта Желудей Я не знаю И вообще Наверное В сортах Желудей Я особо Так и не разбираюсь Потому что Я изучаю Как-то больше Шишки Желуди Мне нравится Но я не так Занимаюсь Их изучением Считаю Того Что разновидностей Дуба Чтобы вы понимали Более 600 видов Поэтому Тут Разобраться Будет сложно Знаю Вот это Это мой Любимый Красный Дуб Канадский Но он Кстати Очень-очень Вредный Потому что Он истребляет Все что Вокруг С ним растет Поэтому Он такой Маловатая Шляпка Но Они очень Красиво Смотрятся Кстати Вот это Единственные Желуди Которые После высыхания Не меняют Свою форму Они Не становятся Другими Я бы так Назвала Вот эти Желуди Конечно Они станут Возможно Немножечко Меньше Точно так же Могут Усыхать Как Каштаны Точно так же Они Трескаются И трескаются Очень сильно Поэтому Вот эти Желуди Чтобы использовать Их надо Прямо Очень-очень Хорошо Высушить Потому что Если будут Желуди Треснутые Допустим Вот эти Вот эти Сразу идут На мусор Видите Сверху У нас Вот это И можно Думать Можно подумать Что Ну Я же только Собрала Куда там Где мог Образоваться Жучок Или червячок Залезть Вот здесь Будет Или Нет Это не тот Вот здесь Через вот это Вот все Влазит туда Поэтому Вот такие Желуди Они очень похожи На наши Желуди Обыкновенные Их нужно Использовать Только когда Хорошо высушите После высыхания Вы чувствуется Как внутри Самое Как его назвать Орешек Да Внутри Оно Трясется И стучит Посмотрю Какие из этих У меня Просто в работах Вот В каком-нибудь Работах Сделать С большими Желудями Очень красиво Так Гевалайские Кеды Атласские Ливанские Они все между Собой Похожи Только Хвоя Разная Говорят Что они Рассыпаются Правильно Говорят Они Рассыпаются Чешуйки Все Могут Отойти Прямо До верхних Вот сюда Надо заливать Клей Перед использованием То что Рассыпается Это нормально Это ничего Сверхъестественного С этим Ничего Не сделаешь Ничего Поэтому даже Не переживайте По этому поводу Просто Приходится Использовать Вот такие Маленькие Да Вот Сами Верхушечки Так Ну и это Высыхает Высыхает И белеют Они все После того Как повали у меня В хлорке Но что могу сказать Вот это Те которые были В грязи Те которые были Прошлогодние Мне они конечно же Не нравятся После высыхания Посмотрю Как оно будет Выглядеть Но те которые Попадали Получается В этом году Их конечно же Видно сразу По цвету У них Вот такой красивый Коричневый цвет Как у орешка У грецкого орешка Вот эти я Буду использовать Они сейчас Хорошо у меня Тут просыхают Что-то пойдет В работу Что-то пойдет На выброс И я туда Вернусь Через какое-то Время Когда они Так нормально Попадают А вот эти Видите Оно внутри Все в такой Грязи Как будто бы Не отмылось Но здесь Красиво Да Вот эту сторону Можно использовать Ой как здорово Они такие Белоснежные Получились Ну да Все по-разному Отбелились Конечно Что-то сильнее Что-то меньше Пускай сохнут Покажу вам уже В следующем Видео Когда они у меня Все хорошо Просохнут Покажу Что вообще Станет с этими Когда они Хорошо просохнут Просохнут И я прям Говорю Как белорусская И Вот это На мусор Видите Я аж не сказала Да У желудей Вот этих Единственная Может быть Проблема Они вот так Могут Трескаться Но не все Это наверное Единственная Желуди Которые Можно использовать В своей работе После высыхания У них Верхняя Скорлупка Очень Твердая По сравнению Со всеми Другими Ну а на этом Закончим Свой такой Влог Пишите Интересно ли вам Ходить со мной По лесам Искать что-то Интересное Потому что я часто Так делаю Когда мне что-то Надо Иду на поиски Сейчас осень И в принципе Надо немножко Заготовить Продолжение следует